всем привет вы на канале польза нет и меня зовут саня здесь только быстрые подробные обзоры и долгие стримы сегодня я расскажу вам подробно о смартфоне который вы сейчас видите в зеркало у него работают родные микрофоны сейчас при съемке съемка ведется в 4к 60 fps подобным образом я тестирую много смартфонов наверно около скольки около 40 устройств уже был так тестировано это биво айку на 9 насколько он хорош если смысл его приобретать кстати сейчас отключено усиление голоса сейчас я его включу вы поймете что усиление голоса лучше не включать вы сейчас услышали отключаю усиление голоса и начну поступать и нам рассказывать первое не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании напоминаю меня зовут сани основной канал польза мне на этом канале уже был на пользу обзор на данный смартфон и вы совершенно свободно можете его посмотреть на пользу на котором вы сейчас видите этот обзор вы можете посмотреть обзор получается в играх уже то есть мы уже его с вами гоняли и пишем в комментах нравится ли вам такие обзоры несмотря на то что полный обзор уже было исходники фото и видео повторяюсь можно посмотреть в моем личном телеграм-канале скачать и оценить а сейчас мы пообщаемся на свободную тему в первую очередь вы увидите как основной модуль данного смартфона сейчас я вы еще раз про съем когда под пальцем так топор и вообще он был чистый так вот если говорить про этот смарт первое комплект 120 ватт зарядка за 26 25 27 минут когда как он заряжается на сто процентов за 20 минут на 80 за 10 минут иногда заряжается на 50 но в основном за 12 минут второе идет он в чехле то есть у нас идет чехол пластиковый силиконовый прозрачный ничего суперского но ничего плохого третий момент почему я делаю этот обзор и к чему я бы хотел вот сейчас он будет необычный вас подвести не к тому что вы сейчас видите каким образом он отрабатывает я разумеется покажу расскажу вам что ультраширик здесь есть он убогий фронталка здесь с очень большой дыркой она неплохая но 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 это дешевая фронталка если говорить про никаких там 4к у фронталки нет если говорить про такой момент допустим как съемка она здесь тоже не лучше хотя сенсор неплохо отрабатывается с этим процессором но скажем прямо это не топовая съемка но к чему это все вот этот смартфон у меня в руках которая недавно купил infinix gt10 про за три месяца он потерял в цене больше 11 тысяч рублей то есть он стоил там 30 с копейками сейчас он стоит 20 айкун его сейчас стоит 30 с копейками вот как раз 31 по-моему я покупал и вопрос дня вот сразу тем кто мне говорит что я хочу третий эшелона infinix тек на и подобное это прям мракобесный третий эшелон друзья вы думаете айкун его станет стоит 20 тысяч рублей через три месяца а теперь барабанная дробь следующий момент и потом я продолжу про айку пока я не забыл на этот смартфон за три месяца не было ни одной объем обновы на айку мне уже прилетело 2 наверное потому что этот идеальный спойлер нет ну и к чему это все потому что вот так вы сможете снимать на основной модуль данного смартфона разумеется на ультра ширик не перейти потому что в 4к 60fps он не снимает на фронталку не перейти потому что это не самсунка в 4к 60fps она не снимает и переходим дальше снова к айку нестандартная коробка раньше они поставлялись чуть-чуть других корабуль как сразу говорю что здесь у нас есть помимо русского языка здесь всегда это вебушки вебикиевский смарт все они имеют русский язык здесь есть 7 band 20 нет для многих это не критично то есть сформулирую так что у многих проблем нет вообще никаких можете уже опуститься в комменты к айкун его 9 у основного обзора если у кого-то есть айкушки можете написать здесь в комментариях по поводу оповещений вы найдете не знаю 50 на 50 процентов людей которые будут рассказывать что с оповещениями проблем нет а вторая половина будет говорить что есть все зависит от тех программ которые вы используете я сформулирую по-другому проблемы с оповещением могут быть с оповещениями но не факт что они у вас будут переходим к следующему моменту важному тоже сейчас не поставил зеркало поэтому не знаю снимают он меня или еще что-то другое так вот напоминаю что штатив жесткий сразу вроде бы все все карты раскрыл блокировок айку никогда не блокировали у бренда бибики блокировали только китайские риме и ван классы при том они все еще продолжают этот делать риме gt5 про повторяю 4 продавца я заказывал у 4 подряд сначала один сказала не знаю как разблокировать второй сказал я разблокирую но не сто процентов гарантия 3 сказал я разблокирую но не разблокировал и 4 вроде бы разблокировал и послал мне опять же блокировка может прилететь потом лайку таких историй не было понятия не имею сколько минут он снимает экрану очень сильно сбросил по яркости но у точно снимает если говорить про размеры и все остальное смотрите 144 герца экрана ну разумеется вы его эти 144 герца практически нигде не увидите второй момент по мне устает на 90 fps он не держит 90 fps при одновременном стриминги на твиче на лайк канале можете посмотреть но поедает он не так и много и учитывая плотность пикселей суп флагманскую то есть до четыре с половиной сотни теперь яркость по бодрых тысяч нет 2000 пиковая яркость у опять же если я ничего не путаю пересмотрите мой обзор обязательно если вас заинтересует смартфон смотрите полноценный обзор помимо этого то что в этом в этом обзоре смысл простой чтобы вы увидели как отрабатывают камеры смартфона основной модуль потому что он всегда со основной на основной широкоугольный не сверх шире и смогли сравнить с другими устройствами как отрабатывают в одинаковых условиях а здесь я ползаю каждый раз попытки не сломать ноги и рассказывал вам о смартфонах а информация которая вам передаю но здесь нет разумеется никакой защита от лаги заявленной хотя за эти деньги почему я говорю разумеется у самсунгов есть у а54 для примера который стоит дешевле чем этот смарт но по железу он конечно не о чемные если говорить про какие-то интерфейсы разумеется bluetooth по моему 5 и 3 они 5 и 4 они запихали но не это главное главное что здесь нет миниджека но есть инфракрасный порт кому-то может быть будет нужен по поводу еще физических каких-то особенности грани прямые сенсор просто волшебный никогда не смотрите на сенсоры с точки зрения того что touch touch на экране что какие цифры пишут и какие в играх результаты вопрос как бы не в играх результат а вопрос в том когда вы играете какие ощущения вот от этого смарта классное ощущение у него тач классный но но про экран сразу если вы не будете включать 10 минк настройках разработчика а 95 процентов людей не полезет в настройки разработчика не будут врубать 10 мин который кстати тоже не очень хорош потому что он иногда из-за него происходят разные неприятные вещи и не пишите мне что нет нет никаких изменений в цветах нет вообще все то же самое ну да производители дураки они просто не включают 10 мин так вот к тому что если вы врубаете 10 мин кто чем становится меньше также не особо приятный не 20 процентов но кое-где за 15 переваливает и это нехорошо если говорить о сенсорах почему я не говорю чтобы не рассказываю про то что они супер мега топовая потому что основной модуль хороший прям хорош процессор вывозит но алгоритмы особенно фото я считаю что не дорабатывают если вы будете фотографировать в автоматических режимах я повторяюсь пиксели в эти деньги и самсунге в эти деньги снимают лучше что на фронталку что на основной модуль что на фото что на видео опять же это мое субъективное мнение смотрите обзоры на канале и сравнивайте для себя у каждого может быть свой вкус цвет на вкус и цвет фломастера как говорится разные про игры играть кайфово повторяюсь сенсор волшебный по оптимизации все просто нереально круто на то айку и позиционировалась всегда как линейка смартфонов для игр если говорить про то что лучше купить айкун его не айкун его 9 айкун 12 допустим для примера я согласен но когда люди говорят ну всего добавить 5000 рублей вы считаете всегда в процентном соотношении что такое 5000 но это практически 18 процентов от стоимости то есть вы говорите давайте-ка накинем 20 процентов и купим следующую модель я скажу а еще если 5 накинуть то можно брошку купить а еще если 5 накинуть то там уже можно идти за viva x100 pro а он просто дно в играх вы думаете и и вот так можно танцевать до упора сильно ли отличаются 8 pro него 8 pro от девятки ну давайте прямым текстом очень правильный комментарий был из разряда зачем менять шило на мыло и смысл это сравнивать через поколение смысл андроида покупать следующее поколение нет это как если у вас сяоми 13 я не советую покупать сяоми 14 изменения минимальная вот яблоках это чуть другая история потому что если вам нужно допустим тайпсишник быстрый такси для сброса файлов и вообще тайпси они лайки тебе нужен 15 про вместо 14 про а здесь нет кстати тайпсишник здесь к сожалению только версии 20 и для многих это будет критично если говорить про ноги еще не поломал ура тот свет которая выбрал здесь я выбрал специально с тканевой оплеткой ей придет она извините за мой французский за месяц и так 4 я думаю 6 использования если не использовать это дело в чехле то есть при любом раскладе такие поверхности они изнашиваются довольно быстро через год она будет очень печальный рамка пластиковая не особо романтично ну а что делать подбородок есть фронталка повторяюсь огромная то есть дырка относительно его получается конкурента конкурент реальный у айку на о 9 это redmi к 70 и вы скажете так редми к 70 фронталка меньше у него есть много плюсов кстати он круче по железу чем это но барабанная дробь а мне бэндов это смартфон на китайском языке сейчас не скажу вот там просто это меняющий язык ну найдите 50 человек своем окружении которые просто там поменять язык не каждый заморачиваться здесь вообще ничего заморачиваться не надо и вот в целом по железу за те же деньги раме к 70 круче но но там нет русского языка и там не все бэнда но по-моему 7 нет но они уверен в общем я сяоми бы не выбирал точно потому что он еще и внешне нравится но но а к чему это все к тому что это будет скорее всего пока f6 про или пока f6 он тоже на snapgen 2 ну только ценник будет там намного круче так что к чему я пришел к тому что когда я очень часто говорю про айку что их тяжело продать я немного вру в сторону хуже то есть я обезопасиваю себя чтобы мне в комментариях люди не пробежали не сказали что саня я его еле продал мне очень правильный человек написал что него 8 у него оторвали с руками очень правильно люди написали что о по find и всякий нот я объединяю об и варил не уни рил не а по viva и айку почему потому что они не очень популярны в россии в основном у меня смотрят русскоязычное население хотя опять же у меня российского сегмента 60 процентов на канале поэтому я предполагаю что в принципе даже если вы проживаете на постсоветском пространстве либо в других местах планируете продать русским покупателям этот смартфон вот этот конкретно у меня не думаю что проблему будут то есть если говорить о допустим о по модели к почему я говорю про а по вместе с айку потому что это один тот же бренд это биби кей план класса курил не о по viva и возможно кстати вот эти всякие айку не о я и q12 12 по они выигрывают почему потому что покупать их людей хочет больше чем их предлагают наверное так что обзоры сейчас набирают очень много допустим обзор на этот смартфон набрал 25 тысяч просмотров за 14 или 16 часов а учитывая не скажем так я не особо популярный плане харизмы или еще чего-то значит людям реально интересно ому на на у 9 еще в русском сегменте обзора не было а может было не знаю я на и за этим не слежу к чему это все к тому что снимаем мы уже почти 14 минут надеюсь такой подход вам интересен вы увидели как этот смарт может снимать лицо допустим объект x10 увидели как он может снимать лифте как он записывает голос кстати сейчас усиление полосы еще раз включу его оцените если смысл его пробовать а такие смартфоны покупают не за съемку вот такие смартфоны покупают за удобство он довольно узкий это удобно он довольно компактный относительно лопат которые вы привыкли видеть у него практически нет люфта у кнопок и отсутствие миниджека иногда это плюс но отсутствие защиты от влаги с одновременным отсутствием миниджека это конечно по мне не камильфо у вас повторяюсь может быть абсолютно другой подход к этому делу стоит он адекватных денег продать в те же деньги его довольно будет просто я уверен но будете ли вы с ним ходить год-два-три сомневаюсь максимум год до следующего него 10 либо там 8 месяцев как часто они клепают по умные у 8 у меня был обзор шесть месяцев назад вот раз полгода они выкидывают что-то новенькое насчет если смысл докидывать и покупать айку 12 меняйку 12 чисто внешне хотя бы не нравится оболочка у них одна и та же по большому счету если у вас никогда не было и кушке лучше брать что-то подешевле попробовать увидеть как это все дело будет работать у вас в руках опять же посмотреть на те же оповещения нужно ли это скорость зарядки а может быть для вас беспроводная зарядка критично которая здесь отсутствует а может вам реально нужно будет защита от влаги а всем людям которые пишут а как же с гарантией ну давайте друзья честно если кто-то из вас комментариях сталкивался с гарантией на смартфоны и у вас не было никаких проблем вы не ждали месяц вы не потом не подались производителями не знаю магазинами при том мы чаще всего какие смарт покупаем да по соточки по 90 штук и мне кажется что если брать определенные большие бренды из разряда samsung или яблоко где есть apple к но у нас нет а полка у нас очень вы поняли о чем я когда ты очень круто у тебя очень много денег у тебя очень дорогие смартфоны и ты переплачиваешь за все то ты получаешь сервис практически бесплатный если у тебя какой-нибудь там эконом класс то у тебя вот этот эконом класс по сервису и получается у меня очень много комментариев по поводу того какие проблемы у людей с сервисами так что может быть и отсутствие сервиса это хорошо вы будете к нему аккуратнее относиться и меньше вероятности его угробить и в целом вот такой вот средний бюджет напоминаю что не надо мне писать что это дорого дешево переводите все в доллара потом переводите все по курсу 72 к чему вы привыкли несколько лет или 75 как и я и пишите уже ну да если бы он стоил как год назад 21 тысяч рублей или там 22 это был бы топ ну вот как бы он так и стоит в долларах ничего не поменялось это опа оставила сцены вот с кашками это кстати пока увеличила ценники посмотрите на их линейку я их проводил презентацию для вас там не знаю сколько четыре дня назад вот посмотрите на их ценники как они поменяли в долларах они прибавили по 20 баксов они не в рублях прибавили не в юанях и да тогда было актуально железо одно за этот 199 долларов а сейчас другой уже за 219 и я бы сказал 10 процентов накинуть за просто модель это круто айку вроде бы так пока не делала девайс от меня однозначно и да мне очень нравится дизайн понятно эта штука одноразовая на полгода но добра и удача вам дорогие друзья подписывайтесь колоколом и пишите еще на что хотели бы убедить обзор разумеется айку 9 neo 9 про уже на руках а папа find x ultra я купил получается за 916 баксов уже в пути x6 за 580 релик уже гоняю вот это делом может быть нет это уже было и инфиникс послезавтра всем удачи всем подписываться